В конце 70-х годов НХК приглашала каждый год этих дикторов, женщин-дикторов. Была передача «Говорите по-русски» и первая, знакомая на вам, Шатилова. Не знаете, такая старенькая уже. Таня Судец. Не знаете? Нет. Молодой, молодой поколение. Ничего не знаю. А вы какого года рождения? Я? Да. Я боюсь даже говорить. Я тысячи ровесник, я Высоцкого, Володя. Он приезжал, когда в качестве официального, с официальным визитом Горбачев, в 91-м году, еще был президентом Советского Союза. Нас попросила посольство спеть для него журавли. Я, например. Вот это дивиди вас заинтересует. Это, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. И даже нам... И нам это самое охрана говорит, вы ближе, чем на 3 метра к президенту подходить не надо. После певеси он сам к нам подошел. А так интересно было. Это моя непрофильная работа. То есть я-то журналистом работал когда-то давно. Ну, сейчас у меня... Такое, все это связано со съемками, все. Но у меня свой канал на ютюбе. Ах, да. Может быть, какие-то там мои видео я вас видел. Наверное, да. Да. Да, да. Ретервью с девочками. Да, да, да. Моды, их моды, их образ жизни. Да, да, да. А, я вас видел. Вот где я вас видел. Ха-ха-ха. Да, да. Гурри-лянки. Да, да. Гурри-лянки. Да, подождевайтесь. Да, пожалуйста, проходите. Для Горбачева это вам. Дивиди. Никита сам пригласил меня к себе домой. У него жена японка. И у них сегодня даже сбор с подружками. То есть будут пить чай. Вообще здесь какая-то атмосфера напоминает... Как будто в русский дом пришел даже. Не столько в японский. Потому что балалайки стоят на сервиз. Гжель, плюшки. Чувствую себя, как будто попал в гости в России. Но никак не в Японии. Вот я говорил, Маргунова из этого... Из гостей или радио была у нас в Японии. И Нечке работала. Вот мы в посольстве. Николай Николаевич Соловьев. Кстати, он в 66-м году был вторым секретарем. Наши первые гастроли в Россию. Он крест... Нас крестный отец, можно сказать, гастроли по Советскому Союзу. Николай Николаевич Соловьев. Потом он был постоянным представителем ВООН. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен всегда ленив Летят и подают нам голоса Не потому и так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Извините, пальцы не двигаются и плохо. Меня зовут Никита Ямашта. Я являюсь членом баритона Известного в Японии И, надеюсь, в России Квартета Royal Knights У нас с конца 60-го года прошлого века До почти 80-х годов У нас проходили 8 гастролей И в каждом турне у нас было 10 городов, 60 концертов Поэтому в общей сложности мы 500 концертов С замечательным советским тогда зрителем познакомились И был общий такой теплый очень контакт Поэтому до сих пор мы вспоминаем эти гастроли Чуть охрипший гудок парохода Уплывает в таежную тьму Две девчонки танцуют, танцуют на палубе Звезды с неба летят на корму А река бежит, зовет, куда-то плывут Сибирские девчата навстречу утренней заре По ангаре, по ангаре Навстречу утренней заре По ангаре Верят девочки в трудное счастье Не спугнет их ни дождь, ни пурга Ведь не зря звезды под ноги падают, падают И любуются ими тайга А река бежит, зовет, куда-то плывут Сибирские девчата Навстречу утренней заре По ангаре, по ангаре Навстречу утренней заре По ангаре Будут новые плыть пароходы Будут годы друг друга сменять Но всегда две девчонки Девчонки на палубе Под баян будут вальс танцевать А река бежит, зовет, куда-то плывут Сибирские девчата Навстречу утренней заре По ангаре, по ангаре Навстречу утренней заре По ангаре Вот эта фотография Мне и нашим ребятам Больше всех нравится Потому что в 67 году мы встречали Новый год В Новосибирске Вот, видите, как раз 1 января 1967 года Новосибирск Оперный театр Royal Night здесь написано Но нас это фотограф снимал со спины Видите, но сейчас, кажется, Новосибирский оперный театр Уже совсем его обновили А вот тогда мы очень гордились тем, что нам предоставили возможность даже в оперном театре петь Как упоительны в России вечера Любовь шампанское, закаты, переулки Ах, лето красное, забавы и прогулки Как упоительны в России вечера Балы красавицы, лакеи, юнкера И вальсы Шуберта, и звук Хруст французской болки На том и этом свете буду вспоминать я Как упоительны в России вечера Я должен сказать, что в Японии у нас очень любят русскую музыку Ну, не говоря уже о классической музыке Чайковский, Рахманинов, Шостакович Эстрадную музыку Эстрадные песни у нас любят Народную русскую песню И советскую Такие песни, как «Катюша», «Степь да степь кругом», «Огонек» А вообще в 1955 году в Токио открылись песенное кафе Назывался он «Огонек» в переводе на японский язык «Томосиби» Так там, это в период, когда не было еще телевидения Молодежь охотно пела русские песни И вот недавно буквально я там был с ребятами До сих пор пожилые люди где-то за 60 лет Поют такие песни, как «Подмосковные вечера», «Миллион роз» И другие песни Вообще, поэтому мы всегда в концерте «Ройл Найтс» Второе отделение мы посвящаем, как правило, русской музыке Мои ребята, поскольку 67-го года Мы уже в Советском Союзе часто бывали на гастролях Поэтому, чтобы для японца, конечно, очень трудно Воспринять русскую речь, тем более музыку Поэтому я, как говорится, поставил условие для ребят Запомнить, выучить русскую азбуку Поэтому, ребята, когда мы с ребятами разучиваем новую песню Русскую песню, они читают текст по-русски Поэтому, может быть, у нас более-менее так хорошо получается Когда мы поем по-русски После землетрясения, знаете, я многие книги уже выбросил Вот это у меня все было А что землетрясение? Почему? С чем землетрясение связано? Сильное землетрясение, помните, было? Вот, Фукусима Тогда все книги у меня побылись вместе И я, извините за злость, выбросил многие книги Очень жаль, конечно Недавно у нас симфатическая оркестра Иденчкей Ставил ораторию Прокофьева Ивана Грозной Я работал, там хор был Там очень большой хор И я месяц работал с этим хором Потому что весь текст идет на русском языке Иван Грозный Боже, царя храни А, еще бы вспомнил 1812 год Чайковского тоже в этом году почему-то Не почему-то, как ни странно Оркестр дважды исполнял русскую классическую музыку Поэтому у меня не только как хобби У меня и как работа очень связана с классическим музыкой Иногда, иногда Кроме моей деятельности, скромной деятельности на эстраде Но последнее время, кроме концертной деятельности Правда, не так часто у нас Потому что с прошлого года у нас не стало нашего баса Джо Сасаки Можно сказать, что это был один из лучших басов на эстраде Японии Конечно, и поэтому мы сейчас собираемся втроем Но я лично где-то время от времени выступаю на небольших площадках С концертами на русском языке Да, мне очень нравится русская музыка И я считаю, что русские романсы Русскую, включая и эстрадную музыку Нужно доносить зрителю только на русском языке Я не люблю петь русские песни в переводе на японский язык Это 1966 год Еще мы только-только поженились И в этом, в порту Йокогама Теплоход Байкал У нас был маршрут Теплоход Байкал от Йокогама до Находки Из Находки поездом до Хабаровска И из Хабаровска на самолете в Москву Вот такой у нас был маршрут первых гастролей Русский репертуар в нашей деятельности имеет очень большое значение Это еще потому, что мы как-то почувствовали дух русской песни То настроение, которое делает особенно певца Особенно квартет Квартет это, знаете, очень хитрая штука Потому что не всегда можно, как говорится, вложить в гармонию То настроение, которое было заложено композитором Но вот как раз вот контакт через музыку Мы подходим к, может быть, очень будет громко сказано К тому, к тем думам, к тем мыслям, которые имел в виду композитор Это, конечно, вот это завораживает, как говорится, нас В частности, нашу четверку Может быть, какие-то различия ощущаете между японскими песнями и русскими песнями? В нашем репертуаре, кроме, конечно, кроме японских песен У нас джаз, у нас негритянский спиричус Но вот, может быть, благодаря тому, что мы почувствовали силу русской музыки Через контакт с советским и российским зрителем Поэтому мы считаем, что русская музыка, русская эстрадная музыка В корне отличается от японской Но джаз, это остальное, конечно, остальное джаз Жанр, его нельзя обижать До сих пор поют многие Но русские песни как-то нам ближе по душе Может, потому что 500 концертов у нас было У нас было миллионы зрителей, которые любили нас И которых мы очень полюбили В 91-м году японская авиакомпания Джал была приватизирована И нас пригласили на концерты в Россию, в Москву У нас была тогда турне Москва, Лондон, Париж, Амстердам И вот как раз наш квартет на Красной площади Здесь представитель джала в Москве И вот здесь мы около Мавзолея, кажется Вся группа, оркестр у нас был А это в 88-м году у нас был концерт К нам приезжал Михаил Сергеевич Горбачёв с официальным визитом И для него мы подарили песню Яна Фрэнкеля «Журавли» Вы как раз видите, приём в честь его превосходительства президента Горбачёва На русском и японском языке Это советник-посланник посольства Его супруга И наша четвёрка Его превосходительство написано Да, да Он как царь Ближе от меня сидел оператор У неё камера была, большая такая камера И женщина Видно, продюсер Ну, разговаривали, я говорю, что Ну, я вообще раньше работал в квартире А, да мы с нами этот квартир Знаете что? Вы не сможете, говорит С нами вместе поработать Мы снимаем сюжеты Джона Леннона Вот, ну и самое меня В каком-то баре Меня они снимали Записывали песню А потом вдруг эта женщина Говорит А у вас Вы были знакомы с Йоко Его женой Джон Леннона Я говорю, как, нет, нет А нельзя так сделать, чтобы Вы были с ней в близких отношениях Я говорю, что нет Меня убьют, говорю Фанаты Джона Леннона Откуда у неё такая идея На коленки напридумывала Вот было бы интересно, говорит Это в Москве А вот, вот ещё Концертный зал Россия Это, говорю, в 92-м году Это мы были случайно в Москве А я был знаком с его секретарем Владимиром Ивановичем Тумаркиным Я звонил, говорю, что мы в Москве Можно, говорит, приезжай 20 минут у Михаила Сергеевича И вот фотографию такая Вот, а это спортивный зал Это дворец спорта Киев 12 тысяч человек Да, а если говорить о первых гастролях То первые гастроли у нас были 1 декабря, я точно помню 1966 года Из Москвы мы вечерним поездом приехали И на следующий день у нас концерты Зал огромный Значит, за 30 минут до концерта Мы, самое, на занавесе Такая маленькая дырочка Мы смотрим Наш бас смотрит, говорит Ребята, собираем вещи И уезжаем в Японию Что такое, говорит? Всего, говорит, зал на пол На 10 тысяч человек А в зале сидит только 30 человек Что такое? Вдруг, через 30 минут Открывается занавес Полный зал Оказывается, зима Поэтому они все сдавали Там девушки Даже маленькие безерные сумочки На каблуках Коротеньких юбочках Зимой в Киеве 30 градусов Конечно, они сдавали свое видео Поэтому, когда открылся занавес У нас затряслись ноги Никогда, потому что мы не видели Такую огромную аудиторию И, конечно, после этого Несколько ночей даже После каждого концерта Мы не могли уснуть Под впечатлением От такого, нужно сказать Горячего приема И, конечно, это Вот в этот момент Мы влюбились В российскую аудиторию В российскую публику Когда мы отправлялись На первые гастроли В Йокогама Познакомились с Сизов Это был мэр Ленинграда Он здесь, в Японии До того Подписывал контракт О попротивстве Осака Ленинград И когда У нас После Сначала у нас В Киеве Было 6 концертов Потом в Москве 7 концертов И третий город У нас был В этом В Ленинграде Так он Один концерт Следующий у нас В Ташкенте У нас рейс Он Аннулировал этот рейс И пригласил На свою резиденцию На И тогда мы подумали Насколько Влиятельны Советские чиновники Но это Не для камеры Мне кажется Королю Что солдаты С кровавой Не пришедшие Полей Не в землю нашу Полегли Когда-то А превратились В белых Журавлей Они До сей поры С времен Всегда Ленин Летят И подают нам Голоса Не потому Так часто И печально Мы замолкаем Глядя 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 Я не знаю Глядя Я не знаю Ленин Непая Непая Росианск? Росианск. 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 Как вы? Я хочу. Я хочу. Вы, как вы, как вы? Да, это не так. Здесь хорошо, взгляни. Вдали огнем горит река. Цветный ковр. Она была белая. Но сейчас она очень неохотно поет. Сегодня, как вы? Да, сегодня. Где вы будете жить? Я говорю, что, ну, наверное, будем снимать где-то квартиру. Нет, говорит, давайте, берите в банке кредит и стройте там. Можете за землю платить, можете не платить. И там было, сначала, знаете, 300 метров было. Земля? Да, 300 метров. И построить. Тогда, знаете, только у нас один дом стоял. Мы сейчас ехали на такси на большой дороге. Вот до той дороги, где-то 500 метров, ни одного дома не было. Спасибо всем за просмотр, друзья. Надеюсь, вам понравился этот репортаж. У Никиты Сана есть еще много интересных историй, в том числе из детства, которые он провел в Китае во время оккупации. Поэтому, если вы хотите увидеть продолжение, то обязательно нужно поставить лайк этому видео и написать в комментариях. Также можете поделиться этим видео со своими родителями, или бабушками, дедушками. Я думаю, многие из них наверняка знают квартет Royal Knights, потому что он действительно был довольно известным в свое время. Ну а с вами был Сергей Куайф из Токио. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok